Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Эта весьма грустная история случилась в одном из штатов США. В довольно скромной гостинице горничная как раз занималась уборкой номеров. Она спокойно себе убиралась, но вдруг услышала хныканье. Она удивилась. Выглянула в окно, но ничего подозрительного там не увидела. Вдруг хныканье сменилось на громкий детский плач. Тогда она на кровати заметила крохотного ребенка. Младенец выглядел так, будто родился пару недель назад. Она рядом с малышом заметила записку. Взяла ее в руки. На ней был расписан распорядок дня малыша, детально о том, чем и как его кормить. Возле нее стояла баночка с сухим детским питанием и маленькая бутылочка. Молоко в ней было еще теплое. Видимо, оставили совсем недавно. Не было никакой информации о том, кто родителей, как звали новорожденного и где он родился. Горничная вызвала скорую, и младенца сначала доставили в больницу. Он прошел полный осмотр у врачей. К счастью, никаких патологий не обнаружили. Вскоре ребенка усыновили. Супружеская пара по имени Джессика и Джош Келвины взяла малыша к себе. Ему дали имя. Новые родители начали называть ребенка Ричардом. Они никогда не скрывали тот факт, что не приходится ему, биологическими родителями, и что мальчик усыновлен. Но когда он вырос, тот так и не пытался разузнать, кто его родные родители. Сейчас Ричарду Келвину исполнилось 75 лет. Он уже много лет как на пенсии. Он много работал всю свою жизнь, имеет двоих детей и даже был разведен, но женился второй раз. Мужчина стал предпринимателем и оформил свою фирму. Наконец, на старости лет ему посчастливилось много путешествовать. Ричарду понадобилось оформлять заграничный паспорт. Тут у него возникли затруднения, связанные с датой, указанной в свидетельстве о рождении. Именно в тот момент старик решил, что должен выяснить, откуда же он родом. Он сдал анализ на ДНК. Совершенно случайно в тот же день женщина по имени Памела Уильямс из соседнего штата также решила сделать такой тест. Спустя пару месяцев девушке сообщили, что нашли ее родственника. Когда они встретились, оказалось, что Памела является сестрой Ричарда. Как выяснилось, ее отец был трижды женат. Ричард появился в первом браке и никто ничего об этом не знал. Еще у мужчины было четверо детей, три сына и дочка. С матерью Ричарда отец женился сразу после окончания школы. Но прожили они не более года вместе. Матери на тот момент было 18 лет и она решила оставить своего ребенка в отеле. Спустя год она снова вышла замуж. Она была художницей и актрисой. Мама Ричарда умерла семь лет назад. Ричард признается, что не держит обиды на родную мать. Благодаря тесту он ведь нашел своих братьев и сестру. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.